Павильон эпохи 90-х на улице Гагарина в микровине Чкаловске возник как и после дождя в сквере между деревьями. Местопроходное, точка работала с утра до вечера, торговали без разрешения властей на земле, не предназначенной для этого вида деятельности. И, как говорят жители, не без нареканий. Во-первых, грязно, во-вторых, обсчитывают, и в-третьих, вообще должны быть цивилизованные палатки. Еще несколько часов назад здесь шла бойкая торговля, но шла она в нестационарном торговом объекте, который не соответствует требованиям. И вот сегодня, по решению суда, этот объект будет ликвидирован, и зеленая зона будет восстановлена. Выявляет самовольно возведенная конструкция межведомственная комиссия. В нее входят представители управления потребительского рынка, земельного комитета, имущественного комплекса округа, административно-технического отдела и депутаты. Если тот или иной нестационарный объект торговли не входит в систему размещения, то по решению суда самострои ликвидируют. Эти правила едины для всех, без исключения. Каждый объект у нас прошел через судебное разбирательство. Есть решение суда о признании его незаконно возведенным или установленным, в соответствии с которым мы выполняем это решение. Подрядчик у нас работает на основании заключенного муниципального контракта. Второй самовольно установленный павильон тех же торговцев демонтирован на улице Стефановского. В обоих случаях объекты признаны бесхозными и вывезены на утилизацию. По тем же критериям признана самостроем веранда кафе Трюм в центре города. Его владельцы не смогли представить в администрацию правоустанавливающие документы. К тому же веранда перекрывала собой тротуар. Эта работа направлена исключительно на то, чтобы делать рынок размещения стороны торговых объектов законным и легитимным, чтобы у нас те предприниматели, которые ведут свой бизнес законно, они были защищены от вот такого рода незаконных предпринимателей. Торговать в городском округе разрешено в местах, отмеченных в схеме размещения по результатам открытого аукциона. Михаил Налётов, Игорь Поляков. Телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...